Привет, любимые зрители и стратегические жевжики. Тоже, конечно, привет. Вышел патч, и с ним новый режим или сценарий, как называют его сами Фераксис, про пиратов. Сыграл пару партий, сразу их вам выкладываю. Спонсоры, правда, пораньше увидят. Спасибо им за поддержку и приятного просмотра. И заходить в таверну как-то незаметно. Да. Ну, не, я в таверну заходил, я просто подъехал к городу, и у меня появилась кнопка «Зайти в таверну». А город обстреляется, разве? Город обстреляется? Ну, я не знаю, мы вылетели после этого. Я не смог ход закончить, посмотреть, будет у меня город обстреливать или нет. Просто я сразу нашел руинку, в которой были, я не знаю, что это было, какие-то мушкетеры, что ли. Вот, подошел к следующим ходу к городу, и меня очень больно обстреляло. Давайте-ка мы по-полному, наверное, сокровище тогда раз говорят, что обстреляет. Слушайте, тут стандартные места спауна. В смысле, стандартные места спауна? Я в другом месте появился. Я примерно такой уж, на первый взгляд, оказалось. Интересно, а почему вот мне Кюросау и Тартугу показывают, хотя они на другом конце карты от меня? Рок-бразилец. Так, цель игры за 60 ходов набрать как можно больше очков. У меня содержание юнита стоит, я не знаю, правда, какого конкретно юнита. Это закопанные сокровища, это каждые 600 монет вы можете закапывать. В рамках бесплатного действия все морские юниты могут использовать способные цепные заряды, которые на один ход лишают вражеские юниты хода. Меркуцио. Замечен грозный пират. О, недалеко от меня. Так, можно, конечно, караванчик разграбить, но я лучше поплыву за сокровищем. О, оно прямо в воде. Круто. Потом с грозным пиратом пойдем попробуем разобраться. Настолько ли он грозный? Черепашки плавают. Красиво. Красиво. Так, хочу вот так подплывать. Блин, недостаточно очков перемещения. Ладно, подождем следующего хода. Какие-то французские каравеллы плавают. Носовая фигура английского поинтера. Каждый корабль может чувствовать ближайший невидимый корабль в пределах 20 клеток. Нифига себе. А что за невидимый корабль? Ладно, пошли пирата мочить. Тут какие-то вот поселения, видите, но они... Я так понимаю. Вот я тут на побережьях вижу какие-то поселения, но они, видимо, просто для красоты стоят. То есть, не на все можно. Береговым рейдом можно рассмотреть. Не-не-не, береговым рейдом, это когда такой вот как бы... Ну, лагерь, что ли. А то тут просто поселение. То есть, не город, не знаю. Все равно их тоже можно грабить, да? То есть, вплотную подплываешь, то никого-то надействовать нельзя, да? Что-что? Ну, если вплотную подплываешь, то никак. Даже надействовать нельзя. Так. Чтобы он не подплывал ко мне, на всякий случай. Блин, разыграбил караван. Как-то слабенько. Мне кажется, фрегат сильнее будет меня бомбить, если что. Не, подождите, а как... А если я так подплыву? Может, какой-нибудь абордаж есть? А, флагманы и грозные корабли не поддали. А, так вот как корабли захватывать. Надо подплывать. Блин, сейчас у меня больно выстрелит по мне. Потому что он, типа, меня увидел. И, по-моему, фрегаты больнее стреляют, чем каперы. Не знаю, может, я зря прям на этого грозного пирата попер. Я сейчас буду... Сколько я ходов его буду пилить? А, он уплывает. Три, четыре... Нет, давайте... Что за грозный пират, который тебя не атакует? В чем его грозность тогда спрашивать? О, повышение доступно. Плюс одна борьба дали. Фига там папа сморф уже двадцать борьбы набил где-то. Ну, борьба, я так понимаю, дается за атаку кораблей. А бесславные пираты за что даются? Наверное, за пинцами кораблей. Плюс десять. Ладно. Жалко, что это ход снимает. Ну, это прикольный, конечно, реликт. Но я, по-моему, какой-то фигней занимаюсь. Тут всего шестьдесят ходов. А я вот этого пирата фигачу. Блин, вот может мне этого бы захватить? Прикиньте, я его... То есть, так как я флотом считаюсь, если я смотрю... Ну, вообще странно, грозный пират как-то не обстреливает вообще меня. Это странно, конечно. Обозначение следующего клада выглядит... Ну, куда? Поплывет. Ой, ой. Я думал, клад поплыл, а там ничего не было. А вот это уже фигово. Так, ну попробуем этот корабль все-таки захватить. Отплыли они туда куда-то. Так, о, береговый рейд могу. Чуть-чуть не хватает, видите, захватить корабль. У меня одну очку перемещение. Ну-ка, поставь, сука. Нормально. Двадцать. Просто от хитпоинтов зависит и... Ну, конечно, я тут по очкам вообще... Ну, куда ты уплыл, блин? Ну, что так не везет? Э-э-э, слышь? Так. Мне надо тут корабль как-то догнать, захватить. Закопать клад у меня столько денег нет. Ты можешь отхилиться на побережье, на Мелковуке. Я знаю, но я тут открыл, думаю, туман войны, и тут стоит черная борода. Сам черная борода? Ага. Не может быть. Я просто хотела. Команда слишком мала. Схренали. Ладно, давайте мы его на один ход задержим, чтобы он не плавал. Испанц. Какой-то... Что-то как-то... А почему команда слишком мала? У меня была аж возможность вроде. Или это зависит от перемещения, на самом деле. Сколько у вас остается перемещения, столько вы можете использовать. Блин, команда слишком мала теперь. Ну, что за говнина? Как это... Ой, блин. Ну, ты смысл мне этот корабль добивать? Мне нужен... Мне нужен корабль, наоборот. А куда у меня... Не знаю. Видимо, от количества пиратов этих зависит. Не знаю. А, я высадил. Понятно. Все, я понял, в чем прикол. Ну, и как его? Доперло теперь. Вот команда один. Да. Ой. Сейчас захватим этот корабль и пойдем... Ну, а это... Это что-то я очень долго... Фига себе, папа Смурф уже очков набил. Ну, не знаю. Я как-то... Как-то фигово тут плаваю. Допершу это за желтая линия. Это... Торговый путь. Да, это... Серебряный флот. Там типа дофига денег дают. Это... Испанский серебряный флот. Да. Еее. Наконец-то у меня два корабля. Ну, мы этим будем чинить, конечно. А вот этим будем атаковать. Полностью... Смотрите, когда ты не двигаешься. Так. Привет. Здорово. На что ты делаешь? Ты и так? Доступно повышение. Он не в лучшей форме. Странно. Мне написали, вы потопили черная борода. Хотя это точно не я. Порт ДП. У тебя один корабль, как все? Да. У меня больше нет. Наверх не плыви там тебя. Так. Ну что, добьем мы его, наконец? Да, инь. Кстати, надо бригантину как-нибудь обозвать. Какие-то странные названия для пиратов. Давайте. Кровавый. Жевжик. Англия объявила войну Испании. А, я могу ходить просто еще. Может перемещаться после атаки. Да, понял. Это я брал прокачку. Так. И что мне дали? Плюс 40 бесславных пиратов. О! Понеслась. Правда, что они дают, непонятно. Кстати, у меня тут ноль команды. Видите, на этом крыле? Потому что вся команда... А-а-а. Больше у меня команды и нету. Так, а куда мне тогда... Плыть? Вот какой-то у нас тут... Караванчик. Плавает. Подарил человеку жизнь. Слушайте, а вы как-нибудь команды пополняли? А то у меня ноль команды. Где мне эту команду взять? Теперь кто-нибудь в курсе? В таверне, наверное? Вроде в тавернах, да. О, реликвию дали. Я тут постою. Сейчас посмотрим, куда караваны пойдут. Посмотрим, как нас Саба будет обстреливать. Больно или нет? А, вообще не обстреливает. А вот это у города город готов к жатве. Это вы не в курсе, что такое? Пока нет. Без понятия. Так, можно сокровища закопать. Нет, знаете что? Мне, наверное, надо сокровища в последние ходы закапывать. Потому что у меня способность моих пиратов. Каждый ход свой запас золота на 3%. То есть 3% от того, что есть. Видимо, мне только в последние ходы надо будет закапывать. Это 600 золота. О, разграбил караван, приехал кораблик меня мочить. Попытаюсь сейчас этот корабль захватить. Короче, я мародерствую на севере. Ну-ка. Блин, так я так убью. Его. Еее. Еее. Мой пиратский флот все больше. Я тоже хочу пополнить команду. Да, в тавернах, в городах пополняется. Типа нужно к городу подойти? Да. Вплотную. И, кстати, город по тебе не стреляет, если ты его караваны не грабил. До этого. Я, по-моему, все караваны грабил. Все, что можно. Подрешена информация. Значит, тупика хана. Грозный пират, карта. Вот это я не заметил, честно говоря. Я просто подошел, нажал этот... Типа зайти в таверну, и все. Пошли туда. Сплаваем. А этим сюда пополню команду. Так, ну теперь более-менее понятно уже стало. Ой, еще караванчик плывет. А мне некого высаживать пока, да? Ладно. Плаваем, посмотрим, что у нас тут есть. Кто там Жанна Лафито замордовал? Кстати, и я сразу обнаружил его карту с сокровищами. Забавно. Я пусть я так не доплыву, кстати. Что эти, что эти, меня сейчас могут... Мочкануть. Интересно, а можно, не высаживаясь... Эту карту... Обсмотреть? Ну, если вот просто подъехать и посмотреть ее. Сейчас глянем. О, никто не проатаковал, слава богу. Карта с сокровищами. На воде-то понятно, а вот здесь... Блин, нет, невозможно. Ладно, тогда в Сент-Китс, наверное, восстановлю... Э, команду возьмем. Надо в Веракрус заехать, тоже команду пополнить. Плюс одна дополнительная атака-заход для всех юнитов. Вау. Это я, пожалуй, возьму. О, я могу плыть. Нет, не могу. Корабль, я так понимаю, тут стоит этот раненый мной. Вау, сокровище 200. Так, команда тут есть. Что-то, Пап Смурф, ты решил не грабить торговые пути? Нет, я играл, блин, только в другом месте. Тут, блин, 4 каравана аж английских плавают. Ой! Вот это... Я... 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 Там, пожалуй, ей... Надо плыть оттуда. Там как 5 каперов английских выплыло. Стала жутко. Ну, блин, а где кораблик? Вниз, куда ты, наверное, поплыл? Ну, сейчас, кажется, я умираю. Нет, держись. Кто тебя там убивает? Тут испанцы. Испанцы! Раз, два, три, четыре, десять кораблей. Нет, блин, меня англичанин там... Все. Ужас. Да. Согласен, англичане что-то жесткие и слишком. Охраняют надежность. Блина, где там корабль, я не понял. Неважно, если кораблик нет. Мы не остался на берегу. Береговая пятна. А, ты жив? Да, то есть, получается, еще живой. Работаем. Так, этот пират мне пофигу. Одним юнитом делать? Чёрная борода. Ну, ты, видимо, можешь найти что-то. Может, ты можешь вклад найти и там корабль. Выкопать новый корабль себе. Блин, а где там корабль, может быть, я не понимаю. Как он туда? Следующий, после атаки. На следующий, после атаки от морского... Чего? Видимо, на следующий ход после атаки от морского юнита. Ход. Так, я там скажу, вражеские корабли получают минус два к перемещению. Рыбик. Еще раз. Нет, это я пока не буду ставить. Если в черте города корабль бьет, что на следующий ход восстанавливается полностью. А, а если... Короче, в одном городе нельзя ни с какими кораблями за один ход нанять команду. Надо подождать. Ну да, там эта иконка темнеет. Ух, все пограблю. Ух. Еее. Так. 98. 140. 34 хода. Наверное, вот эти караваны стоит грабить. Я буду заказывать. То есть я уже, грубо говоря, у меня получается плюс 2... Плюс 20 очков. Это моя способность. Плюс здесь очко вклада за закопанные сокровища. Очевидно, это можно считать в уме. По идее, этот корабль он не должен атаковать. А, 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 а. Держим в уме. Ну. Ну мне реально... Видимо, стратегия за этих пиратов это плавать, грабить караваны. Блин, убили корабль. Я думал, не будет стрелять. Плавать, грабить караваны. Кто Багаму атакует. А потом... Кто Багаму атакует? Я не знаю, кто Багаму атакует. Кто-то. Я Багаму не вижу просто. Ну у них же там война, там все со всеми воюют. Так, мне кажется, мне надо вот именно что плавать. Вот эти караваны. Вот это моя главная задача. Грабить, тем более, что я процент получаю. Плюс 3% за... Вот, смотрите, у меня сейчас 1666, да? 3% это, по идее, где-то 48. 48 должно быть. Да, заход, видите, 47. Капывает. А, они только между собой дерутся. Ну да, они же там войны Англии, Испании объявляют войну. Вот это вот все. Они меня просто окружили с двух сторон. Я думал, хана, они друг друга побили. Даже не знаю, я уже даже не хочу команды... То есть, мне одна... Ну, в общем, можно для этого капера тоже сплавить, чтобы я мог 2-2 человек высадить и... Закапывать сокровища. Вот видно... Привет. Видно, что папа с Мурф больше всех дерется. То есть, видите, очки борьбы повышаются. Ну, больше всех у него очков борьбы. Так, ну, я тут нету команды, сразу ближе подплыву. Так, и... Нажри, и... Не, наверное, не буду обстреливать. Поплыву дальше. Только не трогай мой корабль, будешь. Вы обнаружили карту клада игрока Дед Бородет. Прикол. Не трогай, это мое. Это мое. Я до себя взрывал. Так, мне надо явно... Пополнить все-таки команду, потому что мне надо будет как минимум 3 сокровища. зарыть. Это значит, 3... 3 команды. То есть, у меня 3 корабля, надо плыть, реально их пополнять в порты. А, типа, дополнительно, атака заход, если хватает очков передвижения, как я понял. Не знаю, что там сейчас за дополнительный атака заход. Этим я тут пополню, этим тут. Так, что за реликвия? Плюс 1 к дальности шлюпов и бригантин. Плюс 5 к боевой мощи морских юнитов. Ну, это прикольно. Дополнительная атака. Может, уже невидимый корабль убрать? Это мне не так сильно. Он же караваны не показывает. А дополнительная атака, это круто. Я захватил шлип. Поздравляем. Почему? Почему? Почему тут 7 шлипов у Нидерландов стоит? Они за мной гонятся. Просто я чуть-чуть. Франция объявила войну Англии. Видите, там все воюют. А кто-нибудь, кстати, серебряный флот грабил? Ну, не приходилось. Я пытался, но... Я умер после этого. Да, и хорошо охраняет, как я понял. Интересно, а города тут вообще реально захватить? И что за это будет? Вот чего захватываю. Серебряный флот. А, он помогает. О, я видел, как ты корабль захватил, Галеон. Это был серебряный флот? Ну, а какие деньги тебе дали за это? Да, не карточку за это. Ну вот. Город готов к жатве. А вот эта жатва... Вот кто-нибудь понял, что это имеется в виду? Нет. Ром закончился. Заходите снова через ходов. Да, ну русская... А, ладно? Вот Ром. А, кстати, в трейдере же обещали. Ром. Ром? Да. Ром, если Ром? Да, этим не Ром. Непонятно. Про жатву пока непонятно. Простите, а кого там... Кого там убили? Это деда-бородеда убили? Или Меркутсу? Нет. Меня почти убили. Я говорю, у меня корабль убили. Остался на берегу один этот... Солдат. И я не могу... Так, интересно, если я этого убью, что будет? Я просто по берегу или не хожу. Ничего... А, пять борьбы. Я могу сделать. Пять борьбы и одна борьба. Э, не подплывай сюда. Я в таверну. Ну, в таверну, ладно. Или зона контроля у тебя. А, кстати, а я вот только что был в таверне. А у тебя написано, ты можешь туда зайти? Сейчас я отплыву. Посмотри. Да, могу. А я вот не могу. То есть у меня написано, что я уже там... А, какие они хитрые. То есть для меня Ром кончился. А вот... Другой чувак заходит. Все, все окей. Все ясно. Обидненько. Рома, но не для тебя. Так, надо, наверное, собрать юниты. Вот тут пограбить. Тут вон еще есть у нас... Карта с сокровищами. И уже надо планировать, где зарывать сокровища. Ой-ой-ой. Молайф мочканился. Ой-ой-ой. Ну давай. Вот так. То есть, считайте, что у меня уже четыре клада можно зарыть. Это примерно 120 очков. Подон, я смотрю, и у Меркуция тоже дофига денег. Но он меньше получает очков, чем я. За это. Так что... Ну, он тоже, наверное, будет зарывать. У меня, кстати, 0 очков бесславных пиратов. В общем, где вы их берете. А я вот бесславных пиратов получил только, когда убил этого страшного пирата. И все. И с тех пор, собственно... В общем, 40 бесславных пиратов из 40. Тартуга у Кирасау еще есть какие-то... И вот этого пирата, наверное, стоит попробовать. 15 ходов осталось. Наверное, должно ходить. Ну, мне кажется, вот в начале игры я вот тут с пиратом фигней какой-то занимался слишком долго. Мне кажется, в этом режиме в начале надо пытаться кораблей побольше позахватывать. Я регруппаюсь. Да? Не, не на палец, смотри. Вот и все. О, а куда делся, дед Бородет? Ну вот, блин. Испанцы. Это все испанцы. Испанцы. Подожди, они у меня золки. Я... Ну, я умер. Ну, ижень-то все бить. А ты можешь свой гирион подвинуть? Подвинуть. Жуткий пират. Я уже не могу. Блин. Не знаю, я видел, Меркуция не такой уж он и жуткий. Он тут плавал. Ромом закидывался в порт-рояле. Да, это, мимо, было дело. А! Да, согласен. Что такое? Что это за нашествие? А, можно подбирать? Блин, можно все-таки подбирать. Ну-ка, что за веселый Роджер? Ограбление торгового корабля дает дополнительность 50 золота. Флаги на ваших кораблях приобретают изорванный вид. Ладно, все пока. Нет, не хочу. Так, я хочу посмотреть, могу ли я объединить. А, не сейчас, очевидно. Не, что такое? Почему нет? Не такой, а. Пашинеров Тартугу. А, блин, не могу заехать в Тартугу. Тогда в Кюрасау надо пополнить команду будет. Так, 40-13 ходов. Давай город попробовать. Может начать уже... Мне? 221 очко, блин. А, все, тебе сейчас хвалу. Да нет, я бы не сказал. Так. Команда 1. Ага, все, нормально. А, корабли тут не объединяются в эти во флоты, да? У вас получалось объединять, нет? Ну, корабли, вот, например, у меня две одинаковых шлюпа. Я их не могу объединить, чтобы две звездочки было. Вау, сколько тут караванов. Да я сейчас... Развернусь. Понравилось, ну? Да, очень смешное. Ага, вот как раз караваны. Так. Сколько лица бонитовой палочки сбежал? Давайте... Пополним. Дальше высадимся. Пограбим. 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 Полечимся. Так, я тут постою. Я не пойму, где вы эти звездочки были. Хочу пополнить команду. И, знаете, я тут, наверное, начну сейчас сокровища, видимо, закапывать уже потихоньку. Тут еще надо посмотреть, может, знаете, какой-нибудь радиус ты не можешь ближе закапывать, предположим. Ага, еще решил, чтобы я пограбил. Не возражаю. Боже, тут какой-то клондайк. Ух, фига себе. Да, надо закапывать. Надо высаживать уже везде и везде закапывать сокровища быстрее. Сюда, быстро. А остатками кораблей просто... Ну, кораблями все воровать. Закопали. А, нет, могу хоть в каждой клетке. Зашибись. Это очень круто. Так, прям аж глаза разбегаются. Че, че воровать-то? Че за реликвия? Столбовые приборы. Дает золото в зависимости от боевой мощи побежденных ее... Ну, нет, я тут грабить буду, поэтому... Бессмысленно. Так, давайте, может, этого высадим, чтобы он тоже начал закапывать мне тут сокровища. У меня столько денег, что я просто сейчас могу не успеть. Сейчас должно увеличиться. У меня счет, да, 282. Вот я и вышел на первое место. Так, если у него все там очки на стол прыгнули. Ну, что тут за... Это все караваны. Боже, а че так много... Караванов-то, господи. О, еще и сокровище тут нашел. Фуф, ну это... Конечно, круто. То есть я чисто через сокровища играю. Головорез через борьбу. Ну, кстати. Это получается очень сильно ограбил их, что ли? В колонию. Я сейчас? Да. Я не знаю, я ее почти добил. А, видите, тут я не мог закопать, кстати. Ихилла стала больше. Так, я, пожалуй, хочу к форту буконьеров. Его ограбить. Тут я хочу караваны, конечно же. Я бы, наверное, просто убил этот корабль, потому что не факт, что... Ну, зачем мне тратить... Члена команды... Закапанные сокровища такие в одном месте все. Смешно. Да, ну тут какой-то прям клондайк для меня из караванов оказался. И, собственно... Это все надо... Прямо сейчас использовать уже. 381. Я, конечно, по очкам ломанул. Недостаточно УП. Так. Так. Я, конечно, не знаю. Не знаю, что там в кладе будет Но я на его месте свой вклад зарою И тут мне нравится вот это Место Так себе этот пуканьер О, дневник капитана Уильяма Что дает? 50% вероятность найти еще одну Так себе Ну еще караванчики Я так понимаю, когда грабишь караваны Они тут не начинают сразу снова ходить Немножко Вот тут теперь у нас Видите, где место с огромным количеством караванов Даже не знаю Ну вот какой-то караван Все-таки сюда Надо тут все собирать Ух ты, минус 14 Надо победить 21 золото и минус 14 вход А вот у нас тут Караванчик ко мне прибыл Вот и денежка появилась Так, ну мне в общем-то Закапывать больше нечего Пока что Я не знаю, что мы сопер Они походу не в курсе Что это закапывает Потому что, извините Три хода осталось Надо бы Закапывать Они просто не успеют Ну плюс три пыла Ему еще не хочу Так, грабим караван Грабим караван Грабим караван Грабим караван И снова грабим караван Так, сколько у меня 400 монет Маловато Пока просто стоим здесь Ой, мне какой-то кораблик убили Ну я вот этим, если что, у меня еще будет Если 600 монет, то закопаю Но у них даже, смотрите Ну, в принципе, меня Папа Смурф может Хотя у него три сокровища только Нет Нет, я думаю, нет Какая-то тишина в эфире Ладно, отступлю Что у меня там Бить начал Больно Три раза Три раза стреляет капер Да Охренеть Интересно, успею я этого А где он тут Неизвестно Так Два хода осталось А, ну вот он Успею ли я за два хода его замочить Ну я вообще два раза стреляю С одной стороны Стит Боннет Если он недалеко сейчас Уплывет То, конечно Должен Мочево Завалить Раз Два И следующим ходом Мы его Приговорим Так, где тут караваны Только что были Так Так, я должен еще По идее Один Одно сокровище По идее Появится у меня Деньги еще Закопаю Мне кажется Вы забыли Об одной вещи Немного По голоде Да Блин, куда он делся Ой Ой-ой-ой Что такое Кто это Блин, а я Я думал Это этот стоит Торговый корабль А там еще было Это как тратить золото Клады закапывать Да блин, как так Не смог его Переговорить Нет, высаживаться И закапывать Просто Я собственно За счет этого И Блин, забыл Что это Закопать надо Как раз Сижу Рассказываю Ну, врагу броситься А, я закопал Закопал Ну 55 очков Разница Посмотрим Смогем Не смогем Ну Смотрите Папа Смурф 341 Набил Убивая Это чисто В битвах Я За счет Сокровища Еее Не, ну В принципе Интересная тема В принципе Интересная тема Я Короче Тупо Плавал Все это Грабил Караваны А потом Ходил и Закапывал Сокровищами Каждое Сокровище 40 очков По-моему К общему Счету А так Как выигрыш Идет По очкам Да По очкам Ну По-общем Вот эти Вот То, что Крупным Написано Ну Я понял Понял Вот Если вы Посмотрите График Видите Вот у меня Я был Впереди По золоту Потом Хопа Резко Вниз Пошло Ну Да Это я Стал их Закапывать Там Каждый Клад Это 600 Золота Потеряно Юнитов Англия Я смотрю Больше всех Юнитов Потеряла Ну Да У меня Больше всех Уничтожено Юнитов Нет У Испании Ну Среди Игроков Да Но Ты Первый Был По этому Пачку По счету Ну Что Еще Попробуем Спасибо Что досмотрели До конца Я Алексей Халецкий Тот Кто Сделал Это Видео Пользуясь Случаем Хочу попросить Вас поставить Лайк Оставить Комментарий И поделиться Этим Видео Со своими Друзьями Или В социальных Сетях А также Посмотреть Другие Мои Видео Ссылки На которые Вы Видите Сейчас На своем Экране Играйте В умные Игры И Всем Пока